Трагедия в аэропорту и метро Брюсселя, произошедшая 22 марта, в очередной раз заставила мировую общественность задуматься о собственной безопасности перед лицом террористической угрозы. Вскоре после серии взрывов в бельгийской столице глава белорусской дипломатии Владимир Макей заявил, что Беларусь категорически осуждает любые формы и проявления терроризма, выступая за координацию стран в борьбе с этим злом. Но готовы ли белорусские правоохранительные органы выступить единым фронтом в борьбе с терроризмом наравне с другими странами? Ну, во-первых, правоохранительные органы очень быстро и четко реагируют на все события, происходящие в мире. Всегда так было, если будет. Несмотря на то, что, например, взрывы в Брюсселе, как бы это далеко от нас, якобы далеко, но всегда в повышенную готовность все правоохранительные органы переходят мгновенно. И это еще произошло при первых терактах, которые были во Франции. Уже тогда правоохранительная система, она сразу переходит в более усиленный вариант несения службы, проверяются все различные версии. И самое главное, это проверка контингента, того контингента, который находится на контроле. Что в Беларуси хорошо, у нас очень жесткое миграционное законодательство, это надо сохранять обязательно. У нас очень тяжело мигрантам каким-то образом, тем нежелательно попасть в Республику Беларусь. Потому что хорошо работает паспортно-визовая служба, проблема получить какие-то документы, все это жестко очень контролируется. Второе, малейшее нарушение законодательства у нас депортация. У нас же депортируют за нарушение правил дорожного движения иностранцев, которые действительно это регулярно нарушают. Я считаю правильно. Я считаю правильно, такое жесткое миграционное законодательство надо сохранять. Вот слабое миграционное законодательство, видим к чему в Европе привело к катастрофе фактически, которую надо сейчас всем миром вместе решать. Поэтому я уверен, что в стране у нас безопасно, расслабляться никогда нельзя, потому что никогда нельзя быть застрахован ни от чего. Мы вышли на улицы Минска, чтобы спросить у белорусов, чувствуют ли они себя в безопасности в собственной стране. Я надеюсь на более ответственную работу пограничных служб, служб аэропорта Минского. Тут, наверное, так. Ну и, я думаю, наш президент не даст нас в обиду. Поэтому в Беларуси я чувствую себя комфортно и под защитой, скажем так, пока что, по крайней мере. И надеюсь, что это так дальше и будет. Честно сказать, я вчера специально послушала по, там, не помню по какому белорусскому каналу, поскольку у меня их много, нашего главу КГБ. И была очень приятно, удивлена, что, во-первых, он, что называется, молод, здоров, спортивен и прекрасная речь. Я понимаю, что, возможно, специалисты готовят речь, никто не говорит спонтанно, но он очень четко объяснил. И по поводу того, где находились вот два брата белоруса, на которых тут же, понятно, кому интересно, вот сделали намек, мне очень понравилось. И я понимаю, что, в принципе, мы не такое большое государство, чтобы, скажем так, пропускать какие-то такие крупные акции, там, крупные, вот, готовящиеся какие-то вещи. То есть, мне кажется, что, ну, как-то мне его речь очень понравилась. Вот, серьезно, я, как бы, немножко сама этим занимаюсь, и я могу оценить. Вот, я была довольна. То есть, мне не было стыдно за чиновника такого уровня нашей страны. То есть, он достойно выступил. То есть, я думаю, что в такой небольшой стране, и мы, в общем-то, тут все на виду, я думаю, что вполне можно раскрыть что-нибудь такое и выявить. Наверное, на состоянии того, что, да, могу спокойно дойти от университета до дома, и со мной ничего не произойдет. Это как-то подсознательно, наверное. Мы же видим патрули в своем районе даже, которые ходят. Ну, не знаю, у нас всегда, в принципе, в стране атмосфера такая спокойная. Ну, и ввиду того, что мы никуда, свои интересы, мы решаем только в рамках, в границах страны. Я не вижу предпосылок для повторения таких же ситуаций в нашей стране. Беларусь является такой нейтральной страной, которая не особо высказывает свои позиции и старается сохранять спокойствие во всем, ну, во внешних связях. Ну, как бы, страна же не участвует ни в каких конфликтах, нигде, в войнах, ну, с исламскими этими группировками, исламское государство. Ну, как бы, защищенность в том, что, как бы, здесь нет интересов у них проводить какие-то теракты. Даже в той же Бельгии, как и у них спецслужбы, они уже знали заранее, что будут теракты, и все равно не могли их предотвратить. Ну, как бы, это просто такая у них схема. Ну, что получается, если человек смертник, то, как бы, его тоже вычислить. Ну, вот он идет и идет, как бы, ну, непонятно, что он может сделать. То есть для того, чтобы... Ну, как бы, против таких приемов никакие даже мощные спецслужбы даже, которые с опытом, ну, предотвратить такие теракты не могут. Беларуси пока что в безопасности. Ну, ничего же не случается. Если был бы какой-то теракт, наверное, я бы уже волновалась. А сейчас нет. Идешь, и как бы на тебя надзиратель со всех сторон смотрит, я думаю, это ненормально. Милиция работает хорошо, народ такой трудолюбивый и не ворует ничего. Мелкие там хищения есть, а так мы чувствуем себя нормально. Ну, вы видите, это складанное вельмое питание, але я могу только отказать вам одним. Як казали, старые люди увезли. Все может быть, бы все уже уйти, уже было. Але я вельмую не хотел бы, как бы это отбилось на нашей Беларуси и на инших территориях света. Наверное, да. Чувствую себя в безопасности. Сам на себя надеюсь, поэтому и в безопасности. Только на себя рассчитываю. Ни на кого, ни на помощь что-то, ни на чьи-то там это самое. На себя надейся и будешь в безопасности. Чувствуешь здесь себя полноценным человеком и безопасным. А мы защищены, наверное, тем, что сами не втягивая, не даем себя втянуть в какие-то конфликты, в межнациональную рознь. И достаточно лояльно и терпимо относимся к тем, кто с нами существует рядом, даже если их позиция нас по каким-то причинам не устраивает. Правоохранительные органы работают четко, слаженно. Мы видим, как поменялась работа после событий в метро. Сейчас очень жесткий досмотр. Рамки, металлодетекторы, проверка. Это тоже очень правильно. Мы умеем делать выводы из тех событий, которые произошли в нашей стране. Возьмем события на Немиге, как поменялась охрана общественного порядка на массовых мероприятиях. То же самое после взрывов в метро, насколько поменялась работа правоохранительной системы. Но застрахованными мы не можем никогда, надо постоянно быть на чеку. Потому что всегда может что-то произойти. Ведь вот эти события в мире, они влияют на психику некоторых нездоровых людей, в том числе и в нашей стране. И самое главное, весь этот контингент держать под контролем. И я уверен, что так и происходит. Поэтому наша задача людям одна, только быть бдительными. И по малейшим поводам, даже если это где-то кажется перестраховкой, лучше сообщать. И когда вот, согласитесь, иногда болезненно мы воспринимаем, сумку нашли, оцепили, эвакуировали. И мы начинаем, о, ну зачем ради сумки эвакуировать. Ну, наверное, я думаю, что все эти события показывают лучше дважды эвакуировать, трижды перестраховаться, чем потом что-то случится и погибнет хоть один человек. Продолжение следует.